В регионе начинает действовать новая мера соцподдержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новый механизм получения жилья позволит детям этой категории, достигшим возраста 23 лет и старше, получить социальную поддержку в виде жилищного сертификата, информирует в своем телеграм-канале городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. Сертификат даст возможность приобрести живое помещение в любом муниципальном образовании. В 2022 году из областного бюджета на эти цели предусмотрено 45 миллионов рублей. Телеграм-канале Кировского района сообщает, что продолжается голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 2023 году. Отдать свой голос до 30 мая этого года можно на сайте 63.городсреда.ру. Необходима авторизация через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». От Кировского района в голосование участвует сквер по Запчениновскому шоссе. Турнир «Высший класс» в рамках федерального проекта «Детский спорт» состоялся в Самарском районе областного центра, говорится в телеграм-канале администрации Самарского района. Родители школьников мерялись силами в стритболе, футболе и чирспорте. В соревнованиях собрали десятки участников и зрителей. Победные места разделили между собой 3-й гимназии и 63-я школа Самары. Решающие соревнования, в которых сойдутся родители всех школьных команд города, пройдут 29 мая. В телеграм-канале администрации города «Вести с Дворянской» в рубрике «Красивая Самара» гостей и жителей города приглашают посмотреть на один из самых необычных и забавных памятников города. Памятник к пользователю интернета, представляющий собой обезьяну с клавиатурой в руках. По замыслу авторов она является символом развития и гибкого ума и с легкостью постигает новые технологии. Поэтому обезьяна покровительствует системным администраторам и всем пользователям интернета. Скульптура расположена на московском шоссе рядом с ботаническим садом. Редактор субтитров А.Семкин